Приветствую вас! Вы спрашиваете, почему я постоянно просматриваю анкеты в группе знакомств в соцсети, никто не нравится или я сразу отказываю, когда предлагаю встретиться? Связано это с тем, что при знакомствах подобного рода акцент всегда делается на определенные качества человека. Иными словами, вы, просматривая знакомства в социальных сетях, пытаетесь найти себе мужчину, именно мужчину. То есть, вы смотрите не на человека, вы смотрите не на личность, вы смотрите именно только на мужчину, на субъекта личных отношений. Но естественно, что из-за того, что вы не знаете, какой человек этот мужчина, из-за того, что вы не знаете, что он из себя представляет, как мужчина, из-за того, что вы этого не знаете и в принципе знать не можете, потому что вы с ним не общались. Из-за этого вам никто не нравится и вы, по сути дела, всех отталкиваете и отказываетесь встречаться, когда вам предлагают встретиться. Еще раз. Потому что вы видите мужчин только в качестве субъектов гендерных отношений. Это не является естественным. Потому что обычно люди друг друга видят, ну, несколько иначе. То есть, я имею в виду, что обычно люди воспринимают других людей все-таки как личностей вначале, как людей, как носителя определенной роли, субъектной, социальной. И объективно только потом появляется вот эта вот мужская или женская гендерная составляющая. А у вас эта гендерная составляющая появляется сразу. Ну, то есть, как бы вы ее на передний план выносите. И из-за этого происходит ситуация, при которой вы прибираете мужчин, не побоюсь этого слова, словно на рынке. Словно на рынке вы это делаете. И это, к сожалению, не является чем-то правильным. И именно поэтому вы пытаетесь найти идеального, скажем так, мужчину. Но идеального мужчину вы не находитесь, потому что найти в данном случае идеального мужчину невозможно, потому что обязательно у кого-нибудь вы найдете изъян. И это в данном случае совершенно нормально. Другое дело, почему вы пишете о том, что у вас нет сил на то, чтобы знакомиться в реале. Нет сил и нет времени. Вот это, на мой взгляд, куда более серьезно. Потому что если у вас, как вы говорите, нет сил и нет времени, то это означает, что вы и отношения-то, по сути, выстраивать, как таковые, скорее всего, не очень-то хотите. То есть, если вы заинтересованы в том, чтобы отношения выстраивать, то вы будете это делать. Вы будете выстраивать эти самые отношения. Вы будете стараться их построить, вы будете стараться как-то их реализовать и прочее, прочее, прочее. А если вы этого не делаете, то значит, вполне возможно, что вам хорошо и без мужчины. Вполне возможно, что вам хорошо и без него. Просто вы испытываете потребность в том, чтобы обязательно, например, находиться в отношениях. Для чего, зачем, зачем, вы, вполне вероятно, сами для себя, может быть, ну, не совсем полностью осознаете. И отсюда также могут быть некоторые проблемы. Помимо этого, нельзя сбрасывать со счетов и то, что вы, в принципе, можете опасаться отношений, в принципе. То, что вы можете бояться этих отношений, то, что вы можете не желать их. И вот в этом случае, тогда, можно говорить о том, что вы, как бы, получается, сами себя ставите в определенный блок. Блок, это не есть хорошо для вас, потому что блок, он не позволяет вам, ну, по сути дела, быть собой. И вот, как бы, нужно выяснять, что же вам мешает, таки, все-таки, быть собой. По-настоящему быть собой. На мой взгляд, это довольно-таки серьезная проблема, серьезный вопрос, о котором вам, мне кажется, стоит, ну, в любом случае, подумать и как-то разобраться с этим вопросом. Потому что вопрос, на самом деле, действительно важный. Но то, что вы пребываете в этих отношениях, то, что вы пребываете в отношениях именно, так скажем, интернет, в интернет-отношениях вы пребываете, это не является свидетельством чего-то хорошего, это является, скорее, следствием определенных ваших проблем, либо неудач в жизни, в вашей жизни, в которой вы пережили, и, соответственно, не хотите повторять ошибок, либо страх каких-то, и, вы знаете, вы говорите, что у вас нет сил, вот, вы говорите, что у вас нет сил и времени на построение отношений. Понимаете, это оправдание, на самом деле, потому что в действительности, если у вас нет сил, то надо бы понять, а почему у вас этих сил нет, куда они эти силы делись-то, собственно говоря, понимаете, и так далее, вот. А вот если у вас нет сил, то получается, что что-то эти ваши силы истощает, получается, что что-то эти ваши силы съедает, и нужно понять, что именно, потому что в противном случае, ну, вы будете эмоционально истощены, и не сможете человеку ничего дать, и, может быть, именно это является еще одним основанием, почему у вас до сих пор нет отношений, почему вы всем мужчинам отказываете, вы просто не молите ничего им дать, и мужчины это видят, знают, и, может быть, чувствуют, а, может быть, вы даете им такой вот посыл, что вы готовы только брать, и не готовы, например, ничего отдавать. И в этом контексте я рекомендую вам подумать, а вот почему вы отказываетесь, чего вы, например, боитесь. Или если вы все-таки, допустим, пойдете на свидание с мужчиной, на встречу с ним, что, например, он от этого получит. Почему мужчина вообще должен быть именно с вами, а не с кем-то другим, вот тоже об этом я рекомендую вам подумать. Вообще, у меня произвелось такое ощущение, что вы как-то вот хотите отношений с мужчинами, но как-то вот мне показалось, что для некой такой жалочки, что ли, то есть вы и напрягаться не хотите, и усилия прикладывать не хотите, но в то же время и сами отношения вам важны. И я думаю, что нужно расставить все-таки приоритетность в том, чего вы хотите, то есть либо вы хотите все-таки отношений, тогда вы что-то для этого делаете, и находите время для знакомства в реальной жизни, и разбираетесь в том, почему у вас нет сил, на что они уходят, эти силы. Либо вы вот так вот делаете вид, создаете видимость того, что пытаетесь найти себе какого-то мужчину, но при этом фактически просто не желаете выходить из своей зоны комфорта. Видите ли, чтобы вступить в отношения с другим человеком, в межличностные отношения, нужно, чтобы человек увидел вас как личность. Чтобы человек увидел вас как личность, вы должны сделать выбор, а чтобы вам сделать выбор, вы должны выйти из своей зоны комфорта. Соответственно, пока вы из нее не выйдете, нельзя сказать, что вы сможете устраивать некие здоровые, равноправные, равноценные, удовлетворяющие вас отношения. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. И желаю вам всего самого доброго и удачи.